Здравствуйте! Сегодня в этом видео будет две важные натуральные подкормки. Они подходят как для огурцов, так и для томатов, так же перца и других культур. То есть вы можете поливать этими удобрениями не только огурчики, томаты, перчики, но и, например, яисочку, свеклу, морковь и даже капусту. Многие в комментариях спрашивают, чем подкормить капусту. Но вот как раз вот эти удобрения, они очень помогают. Так же эти удобрения влияют на вкус. То есть огурчики у вас станут сладкими, вкусными, хрустящими, листики не будут желтеть, а томаты при этом не будут с желтыми плечиками, не будет вершины гнили и растения совершенно ничем не будут болеть. То есть эти подкормки, некоторые из них помогают от вершины гнили, от фитофторы, от пожелтения листвы и также от различной гнили. Также помогает, чтобы цветоносы у вас не опадали, а хорошо завязывались. То есть все ваши цветочки превращались в плоды и урожайность при этом возрастает в 2-3 раза. Почему я так говорю? Ну потому что я вижу, что благодаря этой подкормке у меня очень хороший урожай. Так же я рекомендую рыхлить землю. Например, возле редисочки, укропа, петрушки, другой зелени и удалять сорняки. Вот эта вот штука не реклама, это просто плоскорез фокина. Мне очень понравился. Ну что-то вроде тяпки, но очень удобное и землю рыхлит и сорняки удаляет. И отлично ваши растения потом растут. Для томатов не очень подошло, потому что корни на поверхности, но вот для зелени и других культур очень подходит. Итак, давайте начнем подкормку. Берем ведро 10-литровое и 1 литр кефира. Процент не имеет значения. Если кефира нет, можно заменить сывороткой. Но кефир, он как-то сейчас в данном случае предпочтительный, потому что витаминов и достаточно новых элементов в нем намного больше, чем сыворотки. И берем куркуму. Почему именно куркуму? Она содержит эфирные масла, фитоциды, антоцианы, в общем много полезных веществ. Витамин А, С, Е, витамин В1, В2, В3, В5, В6, В9. И в общем много полезных веществ, которые помогают растению напитаться, набраться сил. И вот как раз адаптироваться к любым погодным условиям. Смешайте куркуму. Надо 1 чайную ложечку добавить. И хорошо перемешайте в кефире, чтобы куркума хорошо растворилась. Вот этот как раз желтый цвет, он и будет помогать нам от различных болезней и вредителей. И добавляем 1 стакан золы. Зачем нам зола? Наверное, ни для кого не секрет, что зола содержит огромное количество кальция. На первом месте там кальций, на втором месте там калий. Есть фосфор, есть магний, вроде по одним данным есть даже кремний, но немного меньше. И заливаем все это водой. Зачем мы вообще смешиваем золу с кефиром? В золе многие элементы не растворяются в воде. И для того, чтобы их сделать более растворимыми, мы добавляем какую-нибудь кислоту. В данном случае это кефир, молочная кислота. И она помогает превратить, например, карбонат кальция в лактат кальция, который очень хорошо растворяется в воде. Хорошо перемешайте и дайте настояться примерно где-то 4 часа, чтобы элементы все хорошо освободились. И начинаем поливать наше растение. Поливать, как я уже сказала, можно томаты, перцы, огурцы. Поливать под куст, ну примерно где-то 2 стакана под куст, под один куст будет вполне достаточно. Также этот раствор помогает от вершины гнили, потому что тут много кальция. Помогает цветам хорошо завязываться, плодам наливаться и становиться более сладкими, чтобы плечики у вас на томатах не желтели. Тут много калия, много кальция, есть фосфор. То есть все такие элементы, которые помогают вам, чтобы растения у вас росли здоровыми, крепкими. И дали как можно больше урожая. Подкармливать можно 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Вторая подкормка это скорлупа грецких орехов. Я беру емкость на 1 литр и наполнила целиком скорлупой грецких орехов. И настояла 1 неделю. У меня получился очень концентрированный раствор. И после того, как вы сольете раствор, его можно снова залить водой. И он также будет отдавать все питательные вещества. Чем больше раствор стоит, тем больше скорлупа грецкого ореха отдаст питательные вещества. В скорлупе грецкого ореха много кремния, много калия, фосфор, магний. В общем много таких элементов, которые помогают растения напитаться и набраться сил. Очень полезные орехи, я рекомендую вам обязательно их есть, потому что тут много в них белка, аминокислот, много магния. Много элементов, которые помогают здоровью и лучше себя чувствовать. В общем эту настойку мы заливаем в 10 литров воды. Если вы хотите опрыскать, то берем 200 мл этого настоя и разбавляем в 1 литре. И можно опрыскивать по листу. Там много фитоцинов, которые помогают от различных вредителей, отпугивают насекомых и также помогают от гнили. Также в этот раствор мы добавляем 1 столовую ложку гумата калия, для того, чтобы все питательные вещества у нас хорошо усвоились. То есть то, что у нас сейчас имеется в скорлупе грецкого ореха, мы с помощью гуматов помогаем усилить действие, чтобы все хорошо впиталось. Также при опрыскивании тоже можно добавить уже 1,5 мл на 1 литр воды. По поводу полива. Ходит очень большая дискуссия в комментариях, что поливать сверху томаты нельзя. Ну бред, что еще скажешь? Больше никак не скажешь. В Сибири льют дожди, как из ведра. То есть они льют и поливаются сверху. Но не могут они под куст сразу лить дождь. И поэтому они любят дождь. И я поливаю сверху именно в открытом грунте, потому что это удобно. И плюс все удобрения, они попадают на листья и попадают в грунт. И для тех, кто хоть раз поливал томаты на улице сверху, знают, что в летний период, в засуху, растения просыхают буквально за час. И им абсолютно ничего не будет. Это я по опыту говорю, как садовод. Также этой растения можно поливать огурчики. Благодаря этому настою огурчики станут сладкими, вкусными, хрустящими. Ну и не будут болеть. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.